Привет, меня зовут Рустам Рафиков, я управляющий партнер юридической фирмы Рафиков и Паркерс. В этом видео поговорим про то, чем отличаются обыкновенные акции от привилегированных и для чего вообще такое разделение в уставном капитале существует. Меня часто забавляет, что среди российских фаундеров, предпринимателей из России нет такого понимания глубокого о классах акций. Связано это прежде всего, что, наверное, сейчас в России одной из популярных форм ведения бизнеса это все-таки ООО. Хотя я вижу, что многие команды делают акционерное общество и привлекают деньги в уставной капитал так же, как это делается в США, то есть через корпорацию. Особенность корпорации в том, что вы можете прописать разные классы акций. У вас не доли, а акции. Акции бывают обыкновенные, то есть когда один голос равен, одна акция равна одному голосу. Акции бывают привилегированные. И привилегированные акции могут не давать прав голоса, но дают повышенную ставку дивиденда, либо возможность конвертации привилегированной акции в обыкновенную по определенной ставке, либо по цене, либо по дисконту. И в целом основной подход при продаже привилегированных акций в том, что инвестор покупает привилегированные акции, становится соучредителем компаний, но не имеет права голоса. То есть он не назначает совет директоров, состав фаундеров, не меняются органы управления и инвестор не влияет на принятие важных каких-либо решений, он остается вашим акционером. Если мы хотим проиллюстрировать этот пример, то всегда очень показательный кейс компании Tesla. Компания Tesla продает привилегированные акции инвесторов, то есть акции, которые не имеют права голоса в целом. Если вы купите акции Tesla на публичном рынке, то вы не станете акционером, который может определять решение компании, даже если вы выкупаете, условно говоря, 50% компании Tesla. С привилегированными акциями это невозможно. Существуют, конечно, дополнительные условия того, как это делается, прописываются какие-то нестандартные процессы, нестандартные корпоративные процедуры для владельцев привилегированных акций. Бывают решения, которые принимаются только с участием голосов привилегированных акций, какие-то важные для инвесторов. Бывает так, что делаются разные классы акций, исходя из количества голосов, к примеру, класс акций А предоставляет 1 голос, класс акций Б 10 голосов, класс акций С это привилегированные. Такая структура уставного капитала как раз таки в компании Facebook и Марк Цукерберг, формально владея около 30% компании Facebook, на самом деле обладает экономическим и голосующим пакетом гораздо большим, чем эти самые 35%, то есть голосов у него больше. Ставьте лайк, подписывайтесь на видео, если вам интересно, и я расскажу еще больше полезной информации.